Подозрения на очередное отравление и ожидание провокации в тюрьме – таковы будни российского оппозиционера Алексея Навального. Накануне адвокат политика заявил, что Навальный страдает от сильных болей в желудке. Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто притравливают. По словам адвоката, после повторного посещения в ШИЗО у Навального начались такие сильные боли в животе, что даже вызвали скорую. Но врач колонии не сказал, какой именно у политика диагноз. Подробнее ситуацию описала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. На вопрос Алексея, чем он болен, тюремный врач насмешливо ответил, что это просто весна и у всех бывают обострения. Мы не исключаем, что все это время в тюрьме его могли просто чем-то травить, чтобы его здоровье медленно, но неуклонно ухудшалось. Проблемы не ограничиваются его здоровьем. В пятницу он был освобожден из ШИЗО, но в понедельник его отправили туда в 13-й раз. Один из сотрудников колонии сказал Навальному, что против него готовятся провокации. Правительство Германии уже высказалось о своей озабоченности по этому поводу. Мы с огромной озабоченностью следим за сообщениями о ситуации и об ухудшающемся состоянии здоровья Алексея Навального. И требуем прекращения этого нечеловеческого обращения к нему в местах лишения свободы и предоставления ему медицинской помощи. И, разумеется, освобождение его из подстражи. Европейские политики ограничены в своих возможностях, говорит депутат Европарламента Сергей Логодинский. Важно называть вещи своими именами. То есть не просто ухудшается состояние здоровья, а это пытки. То есть система в Российской Федерации, система власти, как бы абсолютно нормализировала уже, нормализовала тот факт, что политические оппоненты вообще находятся в тюрьме, но и с особо опасными расправляются еще и пытками. Это касается Алексея Навального, это касается Владимира Карамурзы, особенно тех, которые еле довели до такого состояния здоровья. И они просто находятся в критическом состоянии. Логодинский считает, что Европа должна прилагать больше совместных усилий. В этой ситуации, мне кажется, необходимо выработать какую-то стратегию общеевропейскую. Но эта стратегия, естественно, здесь надо понимать, что мы не можем обещать чего-то, что мы не можем потом воспроизвести. Но открытость правительств по отношению к каким-то комбинациям, к каким-то попыткам вызволить этих людей, есть различные способы. Мне кажется, что важно, чтобы это оставалось у нас на повестке дня. Напомним, Навальный за последний год неоднократно помещался в ШИЗО. Его сторонники уверены, что его жизнь находится под угрозой, поскольку его здоровье неминуемо ухудшается. Продолжение следует...